Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я хочу вам показать классную подборку партий и анализов, в которых один из соперников пропускает другого в дамки, а затем эффектно побеждает. Ну и начнем с партии гроссмейстера Аруноса Нарвайшуса. GF4, Fe5, HG3. Черное время нажертвует шашку, ED4, и затем отыгрывает ее, HG5. И бой на H2. Разыгран дебют игрок Каулена. Белые играют своим сильным левым флангом, АB4, черные защищаются, CD6. Далее B5, BC5, ну и белые продолжают атаку, BC3. Черным надо уходить в уголок, иначе у них плохо. И белые занимают центр. Затем меняются назад, ну и видите, у белых рано или поздно занимают поле D4, то есть у черных застрянет шашка H8, поэтому позиция белых здесь более приятная. В партии, игравшей черными, с защитой не справился и проиграл. Смотрите, как это было. АB6, EF4, B5, FG3, B7, GH4, AB6, DE3, ED6, CD4, GF6, AB2, DE7. Белые закрываются, BC3. Ну и черные здесь решили сыграть HG7 в ожидательный ход. Белые играют ED2, также в ожидательный ход. И затем черные увидели, что после размена DE5 белым просто некуда ходить. Надо что-то жертвовать, ну и понятно, что позиция белых будет, если не выигранная, то по крайней мере с большим преимуществом. Но оказывается, что выигрыш на самом деле здесь у белых. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых. Красмейстер Аруна Снервайша сыграл GF2. Да, ошеломляющий ход. То есть видите, грозит FG3. Мы выбьем шашку F8 и пройдем в дамки. Поэтому черным надо ставить дамку, лучшего не видно. Белые продолжают радовать черных гостеприимством, жертвуют две шашки. Но на этом гостеприимство заканчивается. Затем они ловят дамку черных и сами проходят дамки. Черные вроде бы ставят вторую дамку, но их вторая дамка тут же гибнет. Ее постигает участь ее первой коллеги. И белые красиво побеждают. Вторая партия взял ее из книги Андрея Иванова «Путь к вершине». CB4, FG5, ED4, GH4. Ну и белые ставят пичок, BC5. Черные играют GF6 и белые меняются, DE5. Позиция белых более приятная. Они занимают центр. Черным надо защищаться. Черные развивают свой сильный левый фланг, белые также развивают левый фланг. BC3, GF6, AB2. Ну и здесь некто Миллер в партии против московского гроссмейстера, чемпиона СССР, чемпиона мира Александра Кандаурова. Неосторожно сыграл CD6. Оказывается, этот ход проигрывает после хода GF4. И от одной единственной угрозы, FG3, и видите, белые либо попадут на предамочное поле G7, либо побьют три шашки. Спасения нет. Ну и черным осталось только сдаться. Ну, конечно, правильно играть в этой позиции ED6. Далее в партии было ED4, FG5. Белые меняются DC5 и занимают центр. Ну, шашка белых E5 в данном случае стоит неплохо. Черные ее окружить не могут, поэтому у белых здесь даже позиция более приятная. Черные играют FE7, белые играют BC3. И черные активизируют свою отсталую шашку. Играют AB6. Далее CD4, BA5, CB2. Черные здесь решили сыграть ED6. Наверное, лучший ход. CB6 было хуже. Белые играют BA3 и меняются 2 на 2. Видите, у белых ослаблены 3 дамочных поля. То есть, используя вот эти слабости, черные находят комбинационные возможности. Игра DE7. Неожиданный ход. То есть, в чем суть? Нельзя играть EF6 из-за несложной комбинации. Играем BA7. Приходится бить на H4. Затем, жертвуем 3 шашки. И сами прорываемся в дамки с выигрышем. В партии мастер спорта Игорь Шукшин заметил эту деталь. И правильно сыграл DC5. Черные меняются назад. И приглашают белых пройти в дамки форсированно. Белые попались в ловушку. Смотрите. Напрашивающийся ход CB6 плох. Черные отходят. Ну и на ход CD6 играют DC5. Грозят выиграть шашку, поэтому приходится ставить дамку. Ну тогда черные отдают одну шашку. Затем еще две. И ловят дамку белых. И побеждают. Партия Шукшин-Демидов 1991 года. Следующая партия. Ленинградская защита. Черными играл чемпион СССР Андрей Иванов. Белыми подмосковный мастер Лебедев. Смотрите. CD4, FG5. BC3, GF6. CB4, BA5. Дебют. Ленинградская защита. DC5. Бой-бой. Черные играют GH4. Белые меняются назад. Черные активизируют отсталую шашку А7. Играют АБ6. Белые играют CD4. Стоит угроза. Надо отходить на бортик. Ну и белые и черные развивают свои сильные левые фанги. АБ2, FG5, BC3. В принципе неплохой ход. И позиционно, и комбинационно. То есть нельзя играть HG7 из-за несложной комбинации. Отдаем две шашки. Затем еще одну. Ну и белые побеждают. Естественно, не попадаемся на такую Микину. Играем ЕД6. Белые играют GF4. Ну и на ход Fe7 играют CD2. Мы развиваем отсталую шашку HG7. И здесь белые сделали ход HG3. То есть пытаются белые победить за счет самозажима. Черные сделали классный ход. ЕF6. Лучший. Ну и на размен ДЦ5. Поставили ловушку. Игра ДЕ7. Приглашают белых дамки. Ну CB6 играть надо. Тогда отходим. CD6. Ну и в партии белые ошиблись. Они сыграли БА7. Этот ход проигрывает. А правильно было играть БЦ7. Ну и здесь ничья была. То есть бесполезно выигрывать шашку. Потому что белые разменяются. ДЦ3. Ну и несмотря на отсутствие шашки. За счет центра белые легко достигают ничьи. Можете убедиться в этом сами. А лучше всего в этой позиции. После БЦ7 было сыграть ДЦ5. Ну и на постановку дамки провести ударчик. Отдаем две шашки. Забираем две шашки. И прорываемся в дамки. И белых спасает только трудно находимый ход GH2. Остальное плохо. Ну в партии соперник Андрей Иванова сыграл БА7. И здесь черные очень красиво побеждают. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за черных. Ну первый ход очевидный. ДЦ5. Белые играют СД4. Нам надо отходить. Белые меняются. Все форсировано. Затем играем ЕД6. Ну и белые делают последний ход. Выжидательный GH2. И кажется что черным не сдобровать. Но на самом деле черные предусмотрели очень красивый выигрыш. Играем БЦ7. Приглашаем белых в дамки. Дамку ставить надо. Лучшего не видно. И затем. Эту дамку ловим. И получается выигранный Эншфельд. В конце покажу как тут выигрывать. Допустим БЦ7. Ставим дамку на С1. У нас ставить на Б8. Лучшего не видно. Затем жертвуем дамку. И выигрываем шашку. Ну здесь можно сыграть на Е5. Или еще сыграть же Ф4. Все сводится к этим вариантам. То есть черные затем меняются. Ну и за счет двух дамок этот Эншфельд выигранный. Бесполезно вести шашку С1 на А3. Там будет еще выигрыш легче. Проще защищаться по большой дороге. Тогда переводим дамку на Ф4. Затем введем шашку А6 дамки. Ну и здесь как белые бы не сыграли. Их дамка ловится неминуемо. То есть на ход А1 ловим таким образом дамку. Если же белая игра допустим на Ф6 или Ж7. Тогда ловим дамку таким образом. Отдаем одну дамку. Затем вторую. И красиво выигрываем. Так. Следующая партия. Максима Федорова. Из его книги. Энциклопедия Эншпеля. Против мастера Темнова. 2005 года партия. СД4. ДЦ5. ДЦ3. СД6. Мой любимый ход за белых. Именно ДЦ3. То есть уклоняемся от городской партии. Играем ЦБ4. Ну и возникает дебют отыгрыш. Белые ставят тычок. И их позиция более предпочтительная. На мой взгляд. Черные развивают свой сильный левый фланг. Играют РЖ5. Я тут играю обычно ЕД4. Но Максим Федоров сыграл ЖФ4. В принципе тоже неплохой ход. Черные продолжают. Белые и черные продолжают развивать свой сильный левый фланг. И здесь черные меняются ЕД6. Получается позиция из дебюта кол. На днях тоже попытаюсь разобрать. Там ловушечные варианты очень красивые. Тоже возникает именно эта позиция. Белые играют ЦБ4. И небольшое преимущество у белых. Покажу тут еще одну ловушку. Возможно. За черных. А сегодня будет ловушка за белых. Черные играют ЖА4. АБ2 АЖ7. БА3. Допустим ФЖ5. И белые играют ФЖ3. Самозажим. Но на самом деле здесь он не ведет преимущество у белых. То есть на ход же Ф6. ЦБ2. Черные играют ДЕ7. И вот здесь БЦ3 уже оказывается проигрывает. Правильно играть только БА5. Здесь еще возможная ничья за белых. То есть на ход АБ6 надо сыграть АБ4. Единственный ход. И на ход БЦ5 надо закрываться БА3. Черные играют БА7. Тоже единственный ход. Ну и белые меняются. Прошу прощения. ЕД4. И возникает примерно равная позиция после ДЕ5 или ФЕ5. Кому как больше нравится. Примерно равная позиция. Ну в партии белые сыграли на ловушку. БЦ3. Этот ход проигрывает. Смотрите. Черные играют АБ6. Ну и здесь есть два хода. ЦД4 и БА5. Оба проигрывают. БА5 проигрывает после ФЕ5. И на ход ЦБ4 не надо играть БЦ5. То есть там будет комбинация АБ6 и ЕД4. Она ничейная. А здесь за черных выигрывает именно ФЕ6. И вот теперь удар БЦ5 ведет лишь к поражению. А лучшего за белых не видно. То есть после удара бьем именно на Е3. Ну и как бы белые не били. Бьем именно на Ф6. И ставим так называемый рожон. И черные побеждают. В партии же Максим Федоров сыграл ЦД4. И поставил очень красивую ловушку. Ну грозит БЦ5. Поэтому надо играть БА5. Белые жертвуют одну шашку. Затем вторую. И проходят в дамки. Неминуемо. Ну ДЦ5 вынужденный ход. ЕД6 тоже вынужденный ход. И белые неожиданно сыграли ФЕ5. Есть два боя на Д2 и на Д4. На Д4 бой проигрывает. Из-за комбинации. То есть отдаем шашку ЕФ4. Затем нападаем сразу же на 2. Ну и на естественный ход СБ4. Белые неожиданно бьют именно на Ц3. Только таким образом. И затем после всех разменов выясняется, что позиция белых выигранная. В партии далее было АБ4, ДЕ5, БЦ7, ЕФ6, ЕД6, ЕФ2, БЦ3, ФЖ3, ДЦ5, ФЕ7, АЖ5. Поставили дамку. Надо отходить. Просто играем БА5. И белые побеждают. Вот это партия Федоров-Темнов. Но при анализе партии выяснилось, что оказывается бить на Д4 не обязательно. Надо было бить именно на поле Д2. И вот в этой позиции, друзья, разверну за черных. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш за черных. Очень неожиданный и красивый выигрыш. Ну проигрывает СБ4, потому что белые проводят комбинацию. Присоска или контрудар. Играют ЖФ4. Как бы ни побили черные. Затем отдаем еще одну шашку. Затем еще одну. И снимаем 4 шашки соперника с выигрышем. Ну и тут, кстати, есть интересный этюдный выигрыш. Смотрите, на ход ХЖ5 играем ЖФ2. Ну и на ЖФ4 играем ФЖ7, допустим. Черные максимально сопротивляются. Играют АБ4. Надо нападать. И вот здесь уже белые очень красиво побеждают. Тоже на ход БЦ7. Здесь уже за белых поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти выигрыш. Переверну. Тоже вот здесь попытайтесь найти выигрыш за белых. Выигрывает ФЕ3. Затем СД4. И только ДЦ5. Такой интересный прием мне удалось найти. То есть ДЕ5 ведет лишь к ничьей. Черные бы отдали шашку и прорвались в дамки. А здесь единственный ход АБ4. Отдаем шашку и обрезаем черных по большой дороге с выигрышем. Такой прикольный момент. Значит выяснили. СБ4 проигрывает. ФЕ5 здесь также проигрывает. Белые тоже проводят комбинацию. Отдают СД4. Приходится бить на С3. Затем играют ЖФ4. Ну и постепенно побеждают. То есть на ход БЦ7 проще всего сыграть ЕФ2. Ну и на любой ход играют ЖХ2. Потом бегают по полям Ж1 и А7. Ну и здесь легкие выигрыши белых. А оказывается вот в этой позиции черные побеждали после далеко не очевидного хода СД4. То есть черные жертвуют шашку. И выясняется что белые проигрывают. То есть нельзя меняться ЖФ4. Потому что будет БЦ7. Ну и у черных будет лишняя шашка. А если максимально сопротивляться допустим ФЕ3. Тогда черные здесь все равно побеждают. Играем ФЖ7. Ну и на ход АЖ5 играем именно АБ4. То есть ДЦ3 ведет к ничей. А вот АБ4 выигрывает. То есть постепенно проводим все три шашки в дамке. Ну и легко побеждаем. Так, следующая партия. Михеев Пустовид 1991 года. Тоже очень эффектная. СД4 ФЖ5. БЦ3 ЖФ6. СБ4 АЖ7. БЦ5. Дебют кол. Черные играют ЖФ4. Белые развивают свой сильный левый фланг. АБ2. Б5. Белые играют ЖФ4. Грозят разменяться на поле Ж5. Поэтому черным надо закрываться. АБ5. За белые меняются в другую сторону. СБ6. Черные играют СД6. Надо уходить. И затем играют ДЦ5. Белые играют БЦ3. И вот в этой позиции лучше всего играть ЕД6. Примерно равной игрой. А вот напрашивающийся ход СБ4 уже плох. Белые играют ФЕ5. Ну и здесь еще черных спасал размен. ЖФ6. И ЖФ4. Ну и ничья за черных возможно. После длительной защиты. Белых все-таки центр. Большое преимущество. А вот напрашивающийся ход ДЦ7 уже красиво проигрывает. Черные хотят окружить центр белых. Но здесь у них это не получается. Белые играют ЕД4. Ну и видите на ЕД6. Будет ДЦ5. Ну и постоянно будет грозить ход ФЖ3. То есть здесь черным не спастись. Поэтому черные сыграли ЕФ6. Белые играют ФЕ3. Ну и здесь черным пришлось пожертвовать шашку. Видите ФЕ7 играть бесполезно. Потому что белые играют ЖФ2. Ну и на ход ЕД6 играют. СБ2 временно жертвуют шашку. Затем Б3. То есть надо играть СД6. Затем белые уже выигрывают шашку. Ну и постепенно побеждают. Поэтому черные в этой позиции сыграли АЖ3. Временно пожертвовали шашку. Еще надеются на ничью. Играют ФЕ7. Белые играют ЖФ2. ЕД6. Ну и здесь простые ходы. ЕФ2, АЖ3 ведут лишь к ничей. ДЦ5 тоже ведет к ничей. А выигрывает неожиданный ход. Можете поставить видео на паузу. И попытаться найти выигрыш за белый. Очень неожиданный ход. Ха-ха-ха-ха. ЦБ2. Черные нападают. Белые играют АЖ3. И скромно играют ЖФ4. Выясняется, что у черных есть три кода. Но все они проигрывают. То есть если играть дамкой на А3. Тогда просто играем ЦБ4. Ну и после всех разменов. Белые ставят две дамки. Черные вроде бы ставят дамку. Но она тут же ловится. И белые побеждают. Если пожертвовать шашку. Допустим. Сыграть на А3. Тогда играем ДЦ3. Ну и тоже постепенно побеждаем. То есть надо уходить. Грозил ЦБ4. Тогда просто меняемся. И эта позиция выиграна. Поэтому черные решили сыграть ДЦ5. Ну видите. Есть два боя. Если побить на Ф2. Тогда бьем именно на Ж3. Ну и как бы черные не били. Дамка их гибнет. Белые побеждают. Поэтому приходится бить на Б2. И туда белые бьют. Ставят вторую дамку. Черные вроде бы также ставят вторую дамку. Но их дамка тут же ловится. Ну и белые постепенно победили. Тут очень много у белых и шашек и дамок лишних. Вот партия Михеев-Кустовид 1991 года. Следующее. Это анализ мастера Ивана Смуркова. Мы записывали видео. Но покажу лишь самый сок. СД4, БА5. Белые ставят кол. Очень популярный дебют. И у начинающих игроков. И у опытных мастеров. И белые и черные развивают свои сильные левые фланги. ФГ5, БЦ3, ЖФ6, АБ2, ЖФ4, ЖФ4. Белые грозят разменяться на Ж5. Поэтому надо играть ФГ5. Далее. БА3, АЖ7. СД4. Белые хотят разменяться на поле Б6. Поэтому закрываемся. Ну и на ход ДЦ3. Здесь есть два хода хороших. БЦ7 и ДЦ7. После ДЦ7 возможно прикольная ловушка. То есть на ход СБ2 играем ЖФ6. И напрашивающийся ход ФЕ5 уже проигрывает. Играем СД6. И бьем три шашки. Ну, ставить дамку бессмысленно. Просто меняемся. И эта позиция выиграна. То есть у нас здесь за дамку три шашки. И поэтому черные здесь постепенно побеждают. Кто хочет узнать, как тут выигрывать. Ссылку на видео оставлю в верхнем правом углу. Можете посмотреть. Мы там подробно все варианты разбирали. Если же белый играет ФЖ3 в этой позиции. Тогда играем ЕФ6. Заставляем белых пройти в дамки. И играем БЦ5. Ну, приходится бить на Б6. Лучшего не видно. И в этой позиции белые красиво побеждают. Играет АБ4. Самый простой выигрыш. Но здесь есть два хода. ХЖ3 и ЖФ2. После АЖ3 нападаем. ЖФ4 и тоже есть два хода. ЖФ4 и ЖФ2. Если белый играет ЖФ4. Подкидываем еще одну шашку. Наша щедрость не знает границ. И просто играем АЖ3. И как видите. У белых в заключении остаются две шашки и дамка. Остальные шашки погибают. Если же в этой позиции белый играет ЖФ2. Тогда скромно играем БЦ7. Ну и на ход ЖФ4 играем АЖ5. Подкидываем шашку. И затем СД6. На ход ФЕ3 до Е5. И снова две шашки и дамка остаются в заключении. Если же в этой позиции вместо АЖ3 белая игра от ЖФ2. Тогда играем БЦ7. Точный ход. Ну и АЖ3 ведет к тому же, что мы уже смотрели. ЖФ4. А если белая игра от ФЕ3. Тогда меняемся ЖФ4. Ну и видите. Снова шашка и дамка белых остаются в заперти. То есть когда белые будут поддавать. Бьем именно вот эти шашки. А вот шашку ЖФ7 не трогаем. Под белых и не проигрывают. Вот это анализ мастера Смуркова. Ну и последняя партия на сегодня. Не могу ее не показать. Классика. Белыми играл Рашид Нижмединов. Черными мастер Ковришкин из Харькова. Партия 1951 года. СД4 ДЦ5. БЦ3 ЕД6. Дебют старая партия. Белая игра от ЖФ4. Черные строят ударные колонны. ФЕ7. ФЖ3. И черные меняются. Б5. Далее. Белая игра от ФЖ5. И черные уходят в уголок. СБ4. На ход ЖФ2. Меняемся. Ну можно побить одну. Можно две. Черные решили побить одну шашку. Белая занимает центр. Черные этого не боятся. То есть на ход АБ2 играем БА3. И на ход СД4 играем СБ6. То есть как говорит гроссмейстер Кондраченко. Выдавливаем белых в центр. Далее в партии было. БЦ3 ДЕ7. ФЖ3. ЖХ4. Ну и вот в этой позиции, друзья, у белых был довольно-таки неплохой план. Правильно было играть ФЕ5. И меняться назад. То есть здесь черным надо уже играть аккуратно. Стремиться к ничьей. То есть у черных здесь будет переразвитие. В гамбитных позициях возникающих. Поэтому здесь преимущество у белых. Видите. То есть на ход ЕФ6. Угроза БЦ5. Белая сыграет просто ЕД6. Затем ДЕ3. И здесь у черных будет очень плохо. Правильно здесь, конечно, уже меняться. Видимо БЦ5. Затем ЖФ6 назад. Ну и партия постепенно закончится ничьей. Партии же белые сыграли ЕФ2. Неудачный ход. И черные играют БА7. Выжидают. Ну и здесь еще была ничья после ФЕ5. Она подробно разобрана, эта позиция. А вот после хода до Е5 напрашивающегося, черные очень красиво победили. Нападаем. ЕФ6. Ну надо отходить, лучшего не видно. И черные играют ФЖ5. Приглашают белых в дамки. Приглашение принимать надо. Иначе белые проиграют. ДЕ7. Черные играют ЖФ6. Еще подталкивают. Давайте быстрее проходите в дамки. Ну видите. Сюда ставить дамку нельзя, потому что она будет тут же поймана. Приходится ставить на ДЕ8. Тогда черные играют АЖ7. Выжидательный ход. Ну и в партии было СБ4. СД4 уже проигрывает. Смотрите. Играем БЦ5. Ну и на ход БЦ7 просто подорвем пункт Е3 и прорвемся в дамки. А если ДЦ3, тут тогда уже надо выигрывать только АБ4 и СД4. Ну и здесь комбинация. Видите. Белые бьют. Мы бьем на поле Ф4. И затем до конца. Надо играть ЕД6. Нападаем разок. И затем меняемся. С выигрышем. Поэтому в партии белые не сыграли СД4. Они сыграли СБ4. Черные бьют назад. И грозят сыграть СД4. Поэтому надо играть ФЕ5. Белые играют ДЕ7. И черные закрываются. Ну и в партии белые ошиблись. Они провели красивую комбинацию. Но она ведет лишь к поражению. Они сыграли ЕФ4. И затем ЕД8. Вроде бы побили 4 шашки. Но на самом деле здесь черные побеждают. Ставим дамку. Надо отходить. И затем дамка белых ловится. То есть в петлю. И возникает оппозиция 2 на 2. То есть на СД2 играем СД4. Ну и на ход АЖ3, АЖ5. И черные побеждают. Вот, друзья. Классика. Партия Нижмединов-Ковришкин. Все-таки ничья была в этой позиции. Была найдена в анализе Виталия Камынина. 2003 год. Правильно было сыграть СБ2. Так, прошу прощения. В этой позиции ЕФ4 проигрывал. Да, правильно было напасть ЕД8. Теперь надо отходить. Б5. И вот здесь сыграть СБ2. А вот ход ДЦ7 проигрывал. Тоже красиво. Смотрите. Нападаем. У нас занимает большую дорогу. Куда черные проходят дамки. И тоже красиво побеждают. Проще всего выиграть таким образом. Жертвуем дамку. Затем ловим дамку белых. Ну, видите. Хода ЖФ4 нет. И за СД4. А на ход СД2 играем АБ4. Ну, и здесь уже приходится играть ЖФ4. Тогда подрываем пункт Е3. Ну, и черные легко побеждают. А где же ничья? А ничья была после хода СБ2. Тогда черные нападают. И белые проводят комбинацию. Играют ЖФ4. Затем ДЦ3. Затем ФЖ3. Бьют шашку. Черные бьют. И бьем именно на А1. Только таким образом. То есть, рано или поздно снимаем шашку Ж7. Ну, и здесь ничья. То есть, белые играют на поле С3. Единственный ход. То есть, грозят отъесть шашку Ф4. Поэтому приходится играть ФЕ3. Тогда играют АСЖ3. Ну, на ход СБ4 просто уходят в дамки. То есть, затем проводят шашку Ж3 в дамки. Ну, и партия заканчивается ничьей. Друзья, если вам понравилось сегодняшнее видео. А я думаю, оно не может не понравиться. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо непонятно. Отвечу на все вопросы. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках.